здравствуйте надеюсь нет специалистов по троллингу просто уйду сейчас вот сейчас секундочку я перемещусь потому что когда ты маленького роста тебе проблематично жить так вот да я культуролог но проблема культурологи в том что она говорит это не факт что наука но проблема в том что культуролог изучать очень много разных явлений и поэтому я пытаюсь изучить явление к так называть именно современной культуры сегодня можно меня спросить зачем мне вообще взяла тему троллинга и почему мне это интересует проблема решение очень простое мы все сами постоянно находимся в интернете и постоянно перебиваем вот в этой вот на сфере знаний и так далее и все мы с вами сталкивались с троллями даже с вами понимание тролли это какие-то извините дебилы не очень разумные люди которые странно шутки странно ведут но в любом случае они отличаются от нашего с вами понимание нормы поведения в интернете сегодня я попытаюсь вам объяснить какие есть особенности у троллинга в интернете является ли троллинг именно интернет понятием и как использует троллинг в политике для начала мы начнем с того что нужно вернуть определение троллингу тут вообще уже проблематично потому что опять-таки это культурология или вообще изучение любого аспекта культуры проблематично дать любое определение потому что очень много нюансов поэтому я взяла такое обобщение я ведь его буду вычитать иначе увидите буквы только на мне так вот тролли это интернет-пользователь который создает видимое заинтересованное в общении но на деле пытается нарушить коммуникацию привести в сообщество в состоянии фрустрации раздражения вот это куда абсолютно понятно нам с вами явление другу грубо говоря тролль троллин ведет себя провокацией он использует провокацию оскорбляет он в наше с вами понимание ведет себя неадекватно то есть люди которые ведут себя в сети адекватно есть провокаторы то есть тролли и что очень важно тролли могут быть в фейсбуке полевой интернет-сети могут быть в блогах то есть тролли существует наличие тролли как явление существует везде в любой ситуации где возникает речевое взаимодействие понятие речевое взаимодействие тут основное в дальнейшем мы будем с вами это тоже проговаривать именно то есть грубо говоря тролли есть всегда где если человек взаимодействует где мы с вами произносим что-либо и вот одна из барышей которая изучала троллинг доктор хардер она вывела несколько характеристик троллинга вот ну основные из них это то что например типичное проявление тролля тролля как как понять что то точно тролль он выходит от прямых вопросов и вопрос задает самостоятельно то есть как только вы пытаетесь создать какую-то конструктивную коммуникацию выводя диалог в нормальное русло он ходит вопросом чет задать вопрос ответ типичное проявление которое это постоянно воспроизводство конфликтной ситуации то что я говорила по поводу того что тролль всегда пытается дискредитировать вас обозвать в любом случае вызывать к негативу третье помимо того что тролль пытается как будто бы разрушить коммуникацию как будто вы пытаетесь сделать как можно больше негатива и деструкции он пытается в этот конфликт вовлечь как можно больше людей чем больше людей тем тролль доволен более доволен но и самое последнее четвертый признак по хардеру то что нет вы не можете ударить троллер грубо говоря троллиц этим прячется это очень важный момент то есть именно за наличие того что есть анонимность троллим троллим может проявить себя наиболее ярко по поводу термина и почему тролль является троллим троллингом есть в оксфордском словаре есть 92 года да забавно что тогда уже было это понятие потому что год когда ты родился не думаю что есть троллинг вот да одно из них вызывает есть два определения одно из них звает к обедоземенному английскому слова который начать ловлю рыбы и второй вариант это как раз вот мифологическая отсылка к скандинавским троллям как таким проказником который все время делают какое-то какие-то негативные явления что-то создают по поводу изучения троллинга на самом деле троллинг изучали и начнем наверное с того что изучила его джуни донат еще в 96 году она собственно говоря заинтересовалась тем как ведут себя подобные персонажи в сети и написала диссертацию диссертация про троллинг звучит очень хорошо но что вот очень важно и что какое вот она сделала замечание что мне кажется это нужно обратить внимание это то что тролли они способствуют быстрому снижению доверия терпимости к чужакам а также способствует развитие паранои в онлайн-сообществе то есть поймав свои в своей огромной диссертации она сделала вывод что тролли снижает вот нашу как раз эмпатию который говорил глеб это очень забавно и потому что я буду говорить об эмпатии достаточно много вот как раз тролли они разрывают и вот связи эмпатии которые по сути наше общество очень часто и снули и вяжут друг с другом поима к переходу конструктиву исследованиям как раз статистическим социологическим я бы хотелось говорить вам о главном тролле философии артура шопенгаури очень забавный молодой человек ну как молодой ну уже так себе он умер ладно так вот он написал книгу которая называется иристика или искусство побеждать в спорах вообще если говорить о философии то есть там лаевтика есть сократ есть много философов которые учат нас как правильно спорить но есть сайт reddit на нем есть большое количество троллей которые обсуждают как лучше троллить и вот они между собой называют шопенгаури своим главным наставником своим папочкой грубо говоря и вот что интересно в этой книге вы можете спокойно пощательно если открыт в открытом доступе он объясняет свою книгу предисловие книга говорит о том что это способ вести споры под таким образом что всегда оставаться правым в в своей книге он дал дал 38 аксиом где он как бы пытается нам объяснить как лучше вести споры но на самом деле спор бесконструктива это троллинга мы с вами это понимаем и тут я вам сейчас просто приведу примеры они на самом деле плохо будет читаться поэтому я прочитаю вы наверное сами поймете что это типичный троллинг то есть тролли как шопенгаури это а стараться раздражать противника его под влиянием гнева он не в состоянии следить за собой высказывать правильные мнения и даже заметить свою правоту гнев же можно вызвать постоянным придирками явным недосбросовестным отношением когда же дело доходит до личности то предмет уходит совершенно на задний план и атака направляется на личность противника язвительно и злобно и грубо таких у него собственно говоря все такие вот советы как вести спор мне кажется это очень забавным да и кстати что интересно он тоже говорит о том что нужно использовать подмену понятий чтобы понимали приблизительно если вы с кем-нибудь спорить об аборте кто-то вместо слова аборт говорит убийство ребенка ну понимаете вот это тот же уровень о котором говорит шопенгаури так что если вы хотите понять как лучше троллить я думаю что можно с этого начать а теперь по поводу статистики и данных которые больше связаны с наукой есть три особенности троллинга на которые бы они связаны со с разными тремя исследованиями мир самые масштабные как мне кажется самое интересное 1 был сделан 1400 году его сделал баки travel и пауз они грубо говоря сказали что троллинг это повседневный вид садизма они сказали о том что они следовали около 200 канадских студентов они сделали вывод что люди которые как раз больше склонны к поведению тролля то есть ролик в сети они они представляют собой кибер садиста который испытывает наслаждение от того что причиняет болит боль другим одна цитата была обычно тролли говорят что не все дела для лолзов вот в интерпретации этих психологов они говорили что тролли делают делают это ради того чтобы кто-то по другую сторону экрана расплакался вот и в таком понимании есть мысль о том что троллинг это повседневный садист садист которая имеет именно онлайн привычку проявлять свой садизм потому что оффлайн вы понимаете что будет строим ну понятно да кто-то вспомнит что есть физическое тело и по нему можно ударить вот это вот первый момент что троллинг это садизм он как бы связан с один естественно что всем им быть может какой-то момент так или иначе проявляли элементы троллинга в своем поведении это совершенно не значит что мы все с вами садисты просто из люди которые постоянно демонстративно используют одну эту же методику для общения и вот вот это есть какие-то не совсем здоровые поползновения скажем так второе это то что троллинг гендерно окрашен тут две другие следовательницы заметили что кино фичман и моделин роза заметили что почему-то никто не следует особенность гендера гендера в тролли в троллинге например начнем с того что на троллинг разные ну и женщины и мужчины ведут себя ну реагирует по-разному мужчина если замечает в сообществе тролли тролля они зачастую используют стандарт и с нами с вами известный вес на фразу не кормить тролли они бы сразу банят ну как это опять-таки исследование то что пока показала им показал вопрос большие случаев мужчины склонны троллить интернет можем и банить тролля тролли тролля если вы женщины же даже понимаешь что чаще всего понимаешь что тролль они пытаются взывать взывать какой-то конструктивы и вступать никому не акцию чего собственно говоря тролли хочет поэтому чаще получается так из этого исследования что женщины больше склонны к воздействию на тролли но перед этим они тоже еще говорили о том что тролль как явление ведь тролль сам по себе ведет как гендерный гетеросексуальный белый мужчина это гендер это не пол то есть он имитирует помадки паттерны поведения белого гетеросексуального мужчины но что говоря тем людям ну еще не инвалиды ну понятно то есть не маргинала самого не маргинальную группу которая есть и третье троллинг он реагирует на некоторые поведенческие стереотипы для этого гардиан в тысячнадцатом году сделал очень большой анализ он как раз долго много больше испытываемых чем два предыдущих исследования и они просто посмотрели пронарили огромную базу троллинга находили их искали вообще подобное явление не поняли что на самом деле троллинг как и любые проявления деструктивного появления провели поведение в сети в очень большой степени реагирует на некоторые поведенческие стереотипы которые есть уже в реальной жизни грубо говоря если вы видите что в вашем интернет-сегменте вашей страны вашей в вашей территории русскоязычного сегмента например троллят геев или женщин можете понять что в этом обществе и в оффлайн мире не очень хорошо относится геем и к женщинам в частности это такой себе пример то есть опять-таки тролли давит на тех кто кто уже чувствует себя не очень комфортно в обществе теперь мы перейдем к таким вещам как больной юмор вот мне всегда стыдно когда хихикаю на я хихикаю я думаю что вам тоже стыдно так вот есть такая книга уитни филлипс она называется тролло нельзя просто так взять и написать книгу это книга о троллинге но она больше такая знаете с точки ну да она научно популярна и она меньше о феномене больше о том почему у нас появились тролли как не взаимодействовать когда не так далее и вот он взывает к очень интересному исследованию кристи дэвис которая пыталась объяснить что на самом деле вот этот вот больной юмор то что мы с вами называем больным юмором и вот смех на фоне трагических явлений насилия и так далее это не столько выражение отсутствие эмпатии не столько выражение какого-то бесчувственности сколько как раз свидетельство определенного набора условий только определенный набор условий появляется вот такой юмор и она замечать в своем исследовании что началось все это как раз убийство кэннеди ну вот это первый такой взрыв вообще криси дэвис тоже утверждает что на самом деле такой больной нам с вами понимание юмор появился на памятных времен когда люди только научились писать читать и записывать анекдоты есть подобная реакция на какие-то ужасные трагедии были еще тогда но естественно с развитием интернета и с развитием телевидения это приобрело огромные просто очень странные масштабы и вот она собственно говоря объясняет почему у нас было почему есть такая реакция а первая причина почему это говорит потому что есть очень большой нелепый набор для отвлека то есть грубо говоря мы видим мы смотрим какую-то катастрофу на там химическая атака в сирии а потом мистер пропор в если лишь вот это вот это вызывает в этому что у нас есть очень нелепое обрамление очень серьезным проблемам это мешает нам воспринимать подобное явление как серьезно 2 это телевидение размывает границы между реальностью вымыслом то есть очень сложно понять где где факт дефекция потому что то что мы воспринимаем из экрана чисто но мы сейчас с вами воспринимаем вот информацию закона как как интертеймент как развлекание наше и очень сложно когда все это вот жизнь рабыни зауры и опять-таки трагедия какая-либо смывает у нас в один какой-то информационный шар воспринимается нам очень сложно понять что на самом деле это две вещи абсолютно разного характера и нужно к нему совершенно по-разному относиться и третья причина который говорит кристиана говорит о том что экран телевидение или компьютера дает нам сильнее ощущение того что-то не здесь и не сейчас это не с нами мы этого не ощущаем это где-то далеко нами никакого отношения более того это как он вообще плоском пространстве вообще не про нас именно поэтому за таких вещей появляются вот такие вот шуточки вот сейчас секундочку пока вы похихикаете сейчас понятное дело что после терактов ну то есть на самом деле вот 911 это вот такой был ярко выражен мне кажется очень яркий пример потому что именно тогда появился появилась такая огромная очень тяжелая трагедия естественно в америке состав в западном мире кого интересует африка вот и собственно говоря именно тогда вот интернет очень сильно взорвался до сих пор очень таким жесткие шутки бывают по этому поводу и опять-таки тоже кристи давес говорит о том что очень сложно воспринимать думал людям это не троллинг это не особый троллинг это определенная реакция на трагедию потому что сложно воспринимать катастрофу 911 когда рядом в углу есть порно бесплатно без смс и котики вот это вот все наличие это как раз не проявление троллинга скорее просто реакция на трагедию в этом контексте я бы наверное хотелось что же поговорить так как мы были говорили на 911 теперь наверно расскажу чуть о троллинге в политике в этом году у нас был с вами дом 2 под названием выборы президента в америке потому что это он как раз было огромное количество тролля огромное количество шуток и так далее троллинг среди политиков это очень распространенное явление это очень хорошая пиар технология в коммерческой и политической сфере вот и вот эксперты как раз утверждает что использование подобной технологии она дает пиарщикам очень большие преимущества мы с вами поймем какие но стоит вами ответить что политический троллинг это не тос не то не наше понимание тролля 15-летнего ну это опять-таки наше представление тролли далеко не все так выглядят да это не просто какой-то там школьник который как-то шутит и непонятно себя ведет политический троллинг это как раз очень серьезное явление это то есть организованы группы интернет пользователей которые занимаются манипуляции общественное мнение в интернете действует по чем-либо руководством то есть это не боты это люди которые сидят за компьютерами создают фейковые аккаунты ведут себя как тролли ну как тролли да не используют этот методы манипуляции троллей отвлечения внимания это очень важно да они отвлекают внимание центр внимания от каких-то важных событий и меняют их как раз именем манипулирует центра внимания им за это платят платит при том очень важно что отметить платят на уровне государства в каждой стране есть свой отдел платных интернет политические тролли например китай называется умао дан простите в россии на это называется бригадами в израиле это хазбара тролли в сша честный голос и так далее ну вот да и чуть вам расскажу про сша но естественно потом расскажу про россии потому что мне кажется это интересен так вот guardian в том году написала о том что сша пентагон решили что в течение нескольких лет они займутся тем что раз будет распространять как можно больше тролли пропаганды в сети на данный момент естественно эти будут заниматься будет заниматься отдел по связи общественностью данный момент одесса связи общественности там работа 27 тысяч людей и в год пентагон тратит на них 5 миллиардов долларов дальнейшем они собираются ну там четверть из них как раз чтобы они занимались именно интернет труб интернет троллингом именно вот противоплачены политическим политической манипуляции но мне кажется что это не так интересно как то что происходит в россии потому что опять таки тоже тот же guardian где очень интересное расследование он был как раз вот тоже 2016 года по моему ноября и оказалось что есть очень известная тролль тролльная армия простите филолог не бейте мне потом вот и она находится на улице савушкина 55 в москве и там работают очень много тролли и вот в среднем они зарабатывают 16 миллионов рублей уходит на зарплаты 400 сотрудников тепло берет где-то 50 тысяч рублей в месяц каждому и вот как раз гарди на припал появилась возможность поговорить одним из этих вот работников то есть тролли сферы тролли грубо говоря да он работает роли и он продемонстрировал мне очень было интересно как как демонстрируется задание то есть вот как задание платному троллю вот им дается слева извините все прочитаю то есть не дают новость они даже из нее понять посылу как они должны понять какой-нибудь посыл на у про плату проплаченного сегмента то есть например за да звучит новость вот так владимир путин немедленно связался с французским лидером несмотря на плохие отношения с между россией западом да там как что должен из что должен из этого понять вычленить и использовать в сети тролль российский лидер всегда выступал против агрессии терроризма в целом благодаря инициативам президента число теоретических актов в россии резко сократилось то есть есть задание и то еще он должно вот вылезти собственно говоря вот то что должно вылезти это вот но это то на чем они работают да еще вот тоже отмечалось в этой же статье было очень забавно читать в англоязычном источнике как они пишут днр и лнр что этим этим троллем них есть некоторые правила которые не должны использовать например они должны положительно отзываться от сталиния как нельзя вести себя в интернете а кгб фсб а путине против естественно загнивающего запада и что очень важно всем этим троллям что было сказано в интервью запрещено говорить что либо негативно об лнр и днр и вообще любых поползновениях вот вот в той части до любых уравнодоргизмоликов в украине которые никак не связаны с россией конечно же вот и самым мне кажется очень важным аспектом в этом всем интервью гардена была именно вот эта цитата самое страшное когда вы разговариваете со своими друзьями и они повторяют те же вещи чтобы вы видели в технических задачах и понимаете что все это имеет эффект вот к чему это я все это я веду концу я хочу чтобы делали вывод что троллинг это не интернет явление тролли ничего не придумывают они ничего не создают ничего не изобретают они используются те же рычаги и способы манипуляции которые есть в обыденном мире но просто чуть-чуть им по текстам и очень важно как в обыденном мире есть манипуляторы которые используют наше мнение в негативе так и в интернет сфере есть такие же люди которые смещают центр нашего внимания что очень важно я надеюсь что вам лекция вам понравилось которые ты говорил чем это почему это именно тролли они пропаганда они используют вот эти вот эти вот способы они ведут себя вот так они навязывают свою идею ходит вопросы то есть главное что не их их аспекты манипуляции похоже на троллинг они ходят вопросов то есть мол из серии путин классный почему путин классный а вот они они не объясняют ничего лишь и нет конфликта с каким-то человеком они создают в этом и суть троллера троллинг создают в том что я думаю что вы видите часто на ю тубе человека который пишет ну теперь хохлы там засрались но это это проплаченный тролль который ты делаешь зачем-то он создает видимый конфликт которого не было ему нужно разрушить коммуникацию сразу же и в обличке внутри как можно больше людей вот как раз эти правила которых вы не видите извините меня просто используют тролли то есть это может было бы назвать это это отдел пропаганды вы правы это дел пропаганды но этот роли их называют ролями и собственно говоря вот это два разных это проблема в наименовании со стороны тролли это какие-то странные шутники которые делают непонятно зачем а с другой стороны с определения троллей политических которые проплачивают но называется одним словом приблизительно является ли некоторые виды пропаганды реклама а также деятельности политика троллим да и является ли вторжение вашу зону комфорта троллим это все зависит естественно от последовательных последующих ответов потому что сама фраза вы некрасивый это может быть абсолютно звучание мнения зависимость от вашей реакции если сейчас то вы отреагируете там и серии а почему человек ну лицо страшное и так далее вызывать дальше агрессию вызывание агрессии это может быть троллимом абсолютно неконструктивным если начать скидывать особенности золотого сечения и объяснять объективно почему ваше лицо отклонено от нормы быть может это будет очень странно в неопровождении в интернете но я его не зал этот троллингом хорошо чем хочет вы настолько сильного удивило ваше лицо но бывает так в том-то все проблемы ну конечно опять таки есть характеристика есть определенные четыре понятия если на все четыре подходит троллинг то наверняка этот роль но очень сложно после одного сообщения вообще к этому пишется вы страшно желательно забанить сразу не спрашивать у него это так совет просто в жизни тоже можно банить таких людей вот совесть от того как как дальше будет это через человек вести коммуникацию потому что есть правило того опять таки это исследование исследование разные такой культурологии это проблематично быть четким что я сказал самого начала есть якобы правило того как это тебя тролли тролли не ведут конструктиву это самое главное что мы должны запомнить какие-то эти правила придуманные это не придуманный проект очень важно смотрите это это не это это не придуманные вещи это исследование исследования придумываются есть данные да давайте нам что-то мне кажется это очень важно до бихевилистами и социологами которые исследовали вот кристи дэвис одна из первых кто смогрет исследовал но это было далеком девяносто шестом году опять-таки это дел человек естественно что могут быть нюансы если вы к этому одни люди что-то будут считать роль другие что-то будут уменьшить от рода и вопрос апеллирует больше к тому что если мы не понимаешь можем ли мы это считать троллингом или это все-таки металли досконально то имеет смысл обрамлять какое-то явление неким ярлыком и разбирать например ту же структуру которая существует в россии как некий центр созданный с целью манипуляции да этот царь специально словно то есть группа тролль подобное явление названо было не мной это хотя очень интересный вопрос потому что правда есть много споров истории стоило ли их так называть точно так же но это это люди которые конкретно работают их называют ролями опять это понятие вы сказали о том очень сложно поставить ярлык и так далее мы люди мы имеем право ставить ярлыки это раз второе если вы видите человека который несет вам деструктив а тролли начинают вообще не деструктива вы можете а продолжить общение бы перекратить его я не вижу смысл продать общение с человеком который деструктив поэтому мне кажется что на практике пошел просто не очень корректен потому что зачем собирая продать диалог вот мне кажется вполне точки зрения практики вполне естественно как желательно нам вести себя всеми со стройками это их просто не кормить а прокатить коммуникации и второе автоматические спам-фильтры если какие-то сейчас технологии которые подождают второй вопрос я ничего не знаю испании я знаю что есть спам-фильтры но они естественно они обходят новые то есть особенности технологии с любителя дальше вопрос я буду молчать и макать поэтому я не знаю правда то есть я скорее скажу что они существуют но в том-то суть было бы так легко просто взять ботов да поэтому не цепь на горе берут на работу людей которых обходят ну зная как они работают у нас есть такие вот и но они не на уровне государства на уровне партий потому что нас естественно украина еды на краина но у нас не все работают ради конструктива то есть если в сша это конкретно часть пентагона часть налогов и так далее то у нас это просто задание какой-либо одной партии который помимо этого у нас гораздо проблематичные явления у нас помимо того что и стройбот у нас есть целые медиа с одной целью то есть у нас все гораздо менее прозрачно поэтому я бы сказала так что да у нас они есть но не на уровне государства на уровне партий была ссылка на исследование в котором утверждалось как я понял что троллит тролль всегда действует с позиции белого стандартного белого гетеросексуального мужчины так исходит патер на появление да мне кажется что это даже легко доказать что это неверно просто это именно старое исследование или это исследование по моему 2003 года я не знаю насколько очень сложно сейчас очень странно понять это старая линия мне лично но можете привести пример мне того как вы да легко да тролли может выступать допустим есть ну в интернете группа сообщества да как раз таки белых детоксуальных мужчин да вот стандартных таких допустим и если я хочу затроллить эту группу я буду действовать с позиции гендерно нестандартного допустим мужчины чтобы их затронуть я сейчас я их не буду оправдывать я честно пытаюсь объяснить что они наверняка имели ввиду смотрите я имею ввиду не то что я имею ввиду не то что это скорее всего трой будет вести себя в плане позиционировать его как гендерный мужчина имеется как образ гендерного гетеросексуального мужчины а скорее то что они будут вести себя с такой уверенностью как уверенный в обществе гендерно-гетеросексуального мужчины то есть я думаю что вот это вот это вот абсолютно уверенно строля я думаю что они имели ввиду вот это состояние потому что сами согласны что тут понятно есть в обществе каких-то расистов да если я приду я буду понятно чем я буду вызывать я думаю что вот это вот но именно уверенность и вот повадки паттерны поведения что они замечали да вот эти вот грубо говоря социальная какая не про как они структурируют свое предложение уверенность посыл тут наверняка имелось ввиду то что вот они ведут себя как привилированная часть общества колета которых себе уверена я так подозреваю мне тоже были в этом момента вопросы но они не отвечают на сообщение поэтому да не за что а